Мы сейчас направляемся в район Белик-Дузю. Это спальный район в Стамбуле. Новый район и с классными комплексами в СИТЭ. Новые дома, сейсмоустойчивые. Мы в районе Белик-Дузю. Я помогаю девушке снять квартиру. Сейчас едем смотреть квартиру. Это вот Мармарай, торговый центр. Это вот отдельная дорога, выделенная для метробуса. В Белик-Дузю нет метро, но зато есть метробус. Празницы практически нет. Метробус едет на поверхности. Метро под землей. Вот эта дорога, где желтая полоса, это дорога, выделенная для метробуса специально. В общем, пойдем сюда. На эту сторону нам надо. Остановка Белик-Дузю. Выходишь в Мармаро парк. Хороший район, видишь, сразу. Новый район. Квартиры здесь скупают, как горячие пирожки из России. И россияне на третьем месте по скупке квартиры в Турции. Первое место занимают арабы. Потом, если я не ошибаюсь, иранцы. И третье место – Россия. В этом районе есть все. Вся инфраструктура. Я тут уже была пару раз. Мне этот район очень нравится. Новый район, чистый. Новые дома. Новые улицы. Все новое. Все есть для хорошей, качественной жизни. Плюс нет иностранных... В смысле, туристов. Нет туристическое место. И за счет этого, как бы, нет тут наценок, на продукты. Дешевые продукты. Дешевле, по крайней мере, чем, возьмем, тот же Султан Ахмет район, например. Вот, собственно, и сам комплекс. Это СИТЭ. Это вот такой вот мини-дворик той части дома, которая находится наверху. Это часть дома... Нумерация D. Они делятся A, B, C, D. И, в общем, вот такой вот дворик наверху. Я скажу, достаточно очень такой зеленый. И там очень... Если видеть это все в реале, это очень красиво. На видео, как бы, видео не передает всю красоту. А это дворик уже, вот, когда спускаешься ниже, внизу. Вот мы сейчас будем спускаться. Я, наверное, буду снимать видео почетче, по... Ну, в общем, поподробнее. Там бассейн. В общем, дети блескаются весь день. А это вот такая вот терраса на этаже. Это девятый этаж того комплекса, который наверху. Девятый этаж. Очень вид такой шикарный. И там есть своя терраса. Можно этой террасой пользоваться. К сожалению, сейчас там квартиру снять невозможно. Но есть только в продаже квартиры. Что я вам сейчас и покажу. Там будет такой небольшой отрывок, где я снимаю такую небольшую квартирку двухкомнатную. Но она очень маленькая. Надо было бы мне квадраты уточнить. Я уточню в следующий раз. Ну, такая компактная. На девятом этаже, вот, видите, есть терраса. Можно ею пользоваться. Вид вечером шикарный. Конечно же, можно приобрести мангал, жарить шашлыки. Ну, в общем, красота. Это вот такой вот подъезд. Не знаю даже, как его назвать. Подъезд ли это? Ковролин. Все так чисто. Камеры, в общем, пожарные системы. Вот, видите, ящики, которые прям приходят. Щита прям вам сразу же у вашей двери. Ну, в общем, все сделано с умом. А вот такая квартира за сколько продается? Вот сколько будет стоить такая квартира, интересно? Так, это санузел. Посмотрим санузел. Так, тут душевая. Санузел такой мини-компактный. Сразу это вход. Вот эта дверь какая-то, добротная дверь. Домофон есть. Потом вот такая вот есть кухня сразу же готовая. Посмотрите, заходите, вот хотя бы кухонь уже есть. На первое время есть такая. Потом дальше уже можете поменять. Вот эта комната. Это двухкомнатная. Но квадраты тут небольшие. Вот это окно. Витриное окно. Вид с окна. Посмотрите, какой красивый вид с окна. Двор. Детская площадка. Такой вот вид с окна. Сразу везде ветки. Так все продумываю. Двери. Спальни. Это такая вот двушка. Получается компактная. Ну, и большая. Квадраты я уточню. Тоже встриные окна. Ладно, мы не будем их открывать. Посмотрите, уже. Президентка включает. Два. Две метрии. Две точки. Один, два. О, и еще вот, посмотрите. Так продумываю, все проводится. Так, тут тоже. Дальше, так скажу. Пожарная, по-моему, будет система. И здесь тоже, посмотрите. Вот точка. Вот точка. Спасибо, Ваня. Устает эта квартира. Хороший или параметры хоть? Поминайте. Около трех миллионов рублей всего лишь. Спасибо. Посмотрите на этот коридор. Чистейший коридор. Новая квартира. Новый дом. Есть терраса здесь. Школа недалеко. Десять минут ходьбы. Школа. Рядом с домом проезжает маршрутка. Завозит маршрутка. Идет в центр. Оттуда в центр на метробусе можно доехать. Допустим, если вам нужен Султан Ахмед. Туда редко ездят. Так, если погулять, достопримечательностей посмотреть. И все. Вот так вот. В основном, жизнь людей здесь проходит. Тут же они работу находят. Это огромный район. В одном деле Гюзю, по-моему, прописано 250 тысяч человек. Ну, это большой район. Так что, ну, даже если вдруг вы будете ездить, вам придется ездить в центр туда, вот, ближе к Патиху, то на метробусе за 40 минут можно доехать. Ал? Ты общаешься? Ага, я рассказываю про этот дом. Смотри, вон там берег, да? А, нет. Что там? Вон берег видно. Видишь, море. Море. Нет, это страна Абжелада. Да, Абжелада. А, это далеко отсюда топать, да? Недалеко? Ну, вот. Море. Да. А здесь где-нибудь здесь, как бы, много? За колледжем, вот, за колледжем, находится школа государственная. Вот. А, вон колледж. Да, вот. Иди сюда. Вон дорога Э5, видишь? Да. Вон дорога Э5. Вот, знаете, по дороге этого. Вон, а в 9-й, да. В 9-й, да. В 9-й, да. В 9-й. В 8-й. За колледжем школа находится. В 1-й школе. Автовый рынок. И теперь, вкуса, школа, и автовый рынок. Автовый рынок посмотрим, Бацан? Автовый рынок. Автовый рынок посмотрим. Я своим подписчикам тоже хочу показать. Может, кто-то захочет из квартиры купить. Нет, вообще, где здесь рядом? Автовый рынок. Покажешь по дороге? Курс не автовый рынок. А я уже сказал. Она просто говорит, автовый. Я думала, ей уже сказали. Обычный сухомар. Какие удобства? То есть, сатуры? Сатуры, да, на русскую электрику? Счета. Счета. Счета в электричество, например, за газ, за воду. Приходит в это. Представляешь, не отходя от дома. Да. Ты вышла. Да. Так, какой у меня счет вытащила? Все его вспомнили? Такие. Половый, половый. Опросите, вы выходите. Вот этот вот симпатичный мужчина. Вас, вот тут, проведет вам экскурсию здесь. Покажет квартиры. И с вот этим вот. Так что, в здании есть парковка своя. Обычно, если нет парковки, это такая проблема. А левая. Я помню, вот я у подружки муж, он бедолага, по полчаса кружил вокруг дома, не знал, когда свою машину пристроить. Да. Это мой комплекс с парковки, мы пацанем. То, что своя парковка. Да. И парковка есть, просто и аккаунт. Да. Но все здорово, по каждому, что ты довезла. Ну да. Селом, вармону. Селом, вармону. Селом, вармону. Жалко, что ты и ковы не будешь. А это вот мы уже выезжаем из Ситэс, с другой стороны дома. Как вы видите, тут не все еще застроено, поскольку это новый район. И вот есть где-то пустые места. В общем, не особо так красиво. Ну, это все как бы обустраивается, прокладываются там дороги. В общем, строится. Стройка каждый раз, с каждым годом дома тут растут, как грибы. Ну, и цены, конечно, к сожалению, тоже поднимаются. И вообще, я слышала многих блогеров, да и здесь тоже так интересовалась. Говорят, что после 2023 года будет недвижимость, ну, как бы, намного дороже. Ну, я изучаю экономику Турции. Турция очень в этом плане сильно продвигается, развивается. Поэтому будет неудивительно, если, как бы, цены на недвижимость поднимут, а то и вообще могут даже прекратить продавать так легко иностранцам недвижимость. Ну, вот мое такое предположение. Вот мы проезжаем турецкий фастфуд. Магазин фухоз товаров тут недорого. Я уже там была и покупала кое-что. Так, все магазины, которые тут расположены, они достаточно так дешевенькие продукты. Например, виноград я взяла, не знаю, по-моему, больше килограмма и отдала за это всего 80 рублей. Виноград у них такой маленький, как типа кишмиша. В общем, очень вкусный. Я прям не люблю вообще фрукты, но вот их виноград я очень люблю. Ягоды, фрукты я очень редко ем. Кроме вот как арбуза и дыни. Это единственное, что я люблю, а все остальное редко. Вот теперь мне нравятся турецкие винограды, так что я вам всем советую обязательно купить этот маленький виноградик, такой виноградненький. Типа как кишмиша, но не такой маленький. Ну вот, в общем, вы поймете, когда увидите. Вот так вот. Теперь мы едем. Куда мы едем, едем, едем? Тут же в этом районе расположен от Сите минут 10 ходьбы. Большой торговый центр, называется Ториум. Один из больших, из самых больших торговых центров в Стамбуле. А это вот мы зашли в такую симпатичную кафешку на районе. Там было много молодежи. Я, в общем, заказала какой-то турецкий сэндвич, в который набухали все, что есть на кухне. Было жутко невкусно. Но ничего, я пережила. Всем ассаляму алейкум. До скорой встречи. До следующего видео. Всем ставьте лайки.